Сразу два крупных ДТП с пассажирскими автобусами в Подмосковье и под Тулы. Эти кадры сняты рано утром на Ярославском шоссе. Там внезапно, прямо во время движения, загорелся рейсовый автобус. Предположительно, замкнуло проводку. Пострадали 11 человек, которые ехали в столицу из Сергеева Посада. Люди надышались дымом, им потребовалась помощь медиков. Ну а в Тульской области ночью на трассе Дона прокинулся автобус, направлявшийся в Ереван. Семь человек погибли, еще почти полсотни пассажиров получили травмы. С места событий репортаж Марины Светлой. Они выехали в ночь, пусть предстоял долгим. От Москвы до Еревана более 2000 километров проехать им удалось чуть более 200. Это около трех часов езды от столицы здесь, на трассе М4 Дон. По словам очевидцев, автобус повело по дороге, он зацепил левый отбойник. После протаранил правый, съехал в кювет и упал на бок. То, что автобус упал именно здесь, возможно, предотвратило еще больше жертвы. Потому что совсем рядом обрыв, глубиной около 8 метров. Машины скорой помощи и спасатели приехали уже через 10 минут. Некоторым пассажирам требовалась помощь, чтобы выбраться из салона. Всего в автобусе находились 61 человек. Все граждане Армении. Детей среди них не было. 35 пострадавших развезли по ближайшим больницам. Семь человек спасти не удалось. Не могу. Мы на втором этаже. Откуда знаем, что случилось. Все, кто в анимации, находятся пациенты в тяжелом состоянии. Проводят обследование, лечение, необходимые мероприятия. В травматологическом отделении тоже часть больных. Уточняется участие больных диагноз. И в дальнейшем мы определяем тефтартики ведения лечения. Ночью у нас будет по тревоге вся больница, здесь коллектив. Сейчас следователи проверяют две основные версии. Уснувший за рулем водитель, который, кстати, не пострадал, и техническая неисправность автобуса. Продолжается работа по установлению обстоятельств ДТП со смертельным исходом на автодороге М4 Дон на территории Узловского района. Водитель, который находился за рулем, и его сменщик находятся в отделе МВД России по Узловскому району. И с ними работают сотрудники полиции, которые устанавливают все детали происшествия. В Дорожном надзоре сейчас уже проводят техническую экспертизу автобуса. Также проверяют лицензию транспортной компании. По месту ДТП видно, что автобус несколько раз врезался в ограждение, барьерное ограждение. Есть серьезные основания полагать, что водитель заснул за рулем. В настоящее время органами ГИБДД проводится проверка. Был и тахограф. Соответственно, со всеми инструкциями данный рейс был организован. Если выяснится, что аварию спровоцировал водитель, ему грозит не только лишение прав, но и до 7 лет лишение свободы. В случае, если причина в техническом состоянии автобуса перед законом, будет отвечать уже транспортная компания, которая выпустила неисправный автобус в рейс. Марина Светлая, Вадим Вяземский, Тульская область, Первый канал. И только что стало известно, что количество жертв этого ДТП увеличилось. Стал сообщать, что еще один пострадавший скончался в реанимации. Таким образом, в списке погибших 8 человек.